За каждым успешной мужчиной стоит мудрая женщина. Художники и поэты всегда черпали вдохновение в любовных отношениях. Музы помогали творить и создавать прекрасные. Они часто оставались в тени своих талантливых мужей, создавая условия для творчества. 65 лет рядом с известным музыковедом, коллекционером Наумом Шафером, находится его супруга Наталья Михайловна Капустина, которая разделила увлечения мужа и до сих пор является его первым критиком и вдохновителем. О главной мелодии в жизни Наума Шафера в материале Гульмир Бахтияровой. Наталья Михайловна и Наум Григорьевич учились на одном курсе филологического факультета Казахского государственного университета. Оба были отличниками, активно занимались общественной деятельностью, но подружила и соединила их любовь к искусству, к музыке и литературе. Хочу идти на оперу «Бержаный сарай» идет, первый открывается театр. Но никто из девочек не идет, а ведь возвращаться пешком оттуда. Ну иду одна, познакомились мы, потому что я иду, но Григорьевич идет домой возвращаться, мы возвращаемся вместе, там встречаемся в филармонию, я иду, он идет, возвращаемся невольно вместе. У нас искусство нас сблизило. Так началась их дружба, которая позже переросла в большое и нежное чувство. У нас дружба была. Ему кто-то нравился, мне кто-то нравился, мы делились вот так вот друг с другом даже сначала. А потом подружились настолько, что уже получалось, что мы, он общежитие, мы в одном общежитии. И, ну, одним словом, у нас общие интересы, духовные интересы. И вдруг мы едем в трамвае, и он, помню, мы не сидим, мы стоим перед дверью, трамвай битком. Он, я тебе хочу сказать, объясняется мне в любви. Я, конечно, сначала ничего ему не ответила, потому что мне было жалко, дружба была такая, что вот это, дружбы-то не будет теперь. Поженились влюбленные студенты на последнем курсе и вместе отправились туда, куда никто не хотел ехать. Жили в землянке, в отдаленном селе и всегда учили детей быть честными и добрыми людьми. Я никогда его не упрекала. Мне было дорого его душевная гармония, его спокойствие и увлеченность. И вот сейчас спрашивают, ну, что такое любовь? Ну, любовь ведь это чувство, которое, как и все, не может быть вот на одном месте, статично. Оно видоизменяется. Есть всякие, как говорится, мнения, но я считаю, что сначала это идет... Вот дерево, возьмите, когда оно молоденькое, у меня даже есть такая миниатюрка, танцующее деревце. Оно танцует вот весной, все полное соков, веточки, вот так. А потом оно статично вырастает дерево. Вот так и любовь. Наталья Михайловна стала для своего мужа не только верным другом, но и вдохновителем и надежным помощником. Вместе они создали уникальный музей громпластинок, аналогов которого нет во всем мире. Без нее, может быть, многие мои творческие замыслы не были бы воплощены. Это первый мой критик и первый читатель и первый слушатель. И кроме того, она создала на протяжении всей нашей жизни ту обстановку в нашей семье, благодаря которой я мог совершенно спокойно работать. Вместе супруге уже 65 лет. В конце марта отметят железную свадьбу. У них трое внуков, пять правнуков. Их по-прежнему объединяет музыка, вечная мелодия большой любви.